Я изучил кучу формул. У тех, у кого в внешности все хорошо, у них в пикапе результаты лучше. И тут парень пишет мне, это пиздё. Как ты сам думаешь, это так? Типа, если парень красивый, у него все хорошо получается? Естественно, это лучше, но тогда по его логике, если он, как он считает, опять же, некрасивый, да, хотя, допустим, после затори, мне кажется, самый стрёмный урод себя посчитает красивым, допустим, потому что, ну, априори, человек должен себя любить любым. То есть вопрос не во внешности, а в его самооценке какой-то. То есть красота – это понятие относительное. Смотри, вот, допустим, красота женщины, она в чем измеряется? То есть в эмоциональном, психоэмоциональном состоянии мужчины. То есть, если, допустим, чё тут, кто тут в биле человека? Да ладно. Да, вон, патиньки. А хуй он здесь нет, а чё он ходит по дороге? Как он здесь оказался? Здесь не пешеходного перехода, ничего. Тропский, ну, просто. Да хорош. В центре Москвы. Смотри, значит, красота – это понятие такое, которое, ну, как бы, измеряется в психоэмоциональном состоянии. То есть, допустим, если тёлка зашла в кафе, и все мужики такие перестали жрать и начали на неё пялиться, значит, она красивая. Ну, грубо говоря, если нет, значит, она некрасивая. Вот, то есть красота, она, ну, ничем не измеряется. Сколько килограмм красоты, насколько ты некрасивый, чувак, насколько баллов. Во-первых, скорее всего, это он себе придумал, да, там, и это надо, как бы, не в этом дело, да. То есть, во-вторых, я видел много мужчин некрасивых, каких некрасивых, но с красивыми тёлками. У нас даже был случай, когда мы за одним таким чуваком, за одной такой парочкой, ходили по торговому центру, по паркаусу, там, в Самаре, и пытались понять, как это вообще возможно. Смотрели на него и на эту тёлку, думали, ты чё, ну, как, что это вообще, как такое происходит? Мы тогда подумали, что он просто где-то в колхозе с ней познакомился, там, в Саратове, да, и забрал её, как бы, там, ну, как бы, одел, отмыл, грубо говоря, да. Он выглядел реально, как гоблин, просто тролль, я не знаю. Поэтому насчёт красоты, да, чуваки, то есть кто-то, кто-то родился в семье олигарха, не знаю, кто-то красивый, кто-то нет. Я лично никогда девкам не нравился сам по себе, меня вот это всегда дрочило, то есть, у меня не было, чтобы девки сами на меня кидались, там, или что-то ещё. То есть, мне всегда приходилось самому, там, причём своим трудом всё это добывать. У меня всегда были, там, знакомые, друзья, которые, да, там, девки на них, они сами им там звонили, писали, говорили, давай, увидимся и так далее. Меня это всегда поддрачивало. Но, чувак, по его логике, да, что, если он некрасивый, значит, ему, как бы, не надо... Сидится, да? Не надо, да, жизнь кончена. Ну, чувак, сиди дома, блядь. И ещё последний момент, что люди зачастую, то есть, они не могут объяснить свой... Да, девка какая-то, надо посмотреть. Ну, какая-то она обычная. Они зачастую не могут объяснить свой страх подхода, да, как бы, почему. И они ищут ему логическое объяснение, оправдание. Они говорят, я слишком бедный, у меня машина, я слишком толстый, я слишком худой, я слишком низкий, я слишком сраный, я слишком такой, я слишком сякой, да. И когда ты все эти косяки исправишь, у тебя мозг родит ещё порядка, там, порядка стольких же новых, блядь, причин, чтобы не подходить, да, и не делать. Поэтому, скорее всего, вот как-то так. И, чувак, если ты лазишь на форумах, то ты тратишь своё время зря. Потому что форумчане, это, блядь, честно говоря, блядь, я про них всегда так думал, говорил и буду говорить, и меня никто не переубедит. Это чуваки, которые, блядь, вместо того, чтобы идти в поля и пикапить, спасибо, мужик. Сидят там на форуме, хвалятся друг другу небывалыми историями, какими-то ненастоящими, да. Иллюзии. Да, и, соответственно, разговаривают на терминологии. То есть у меня в тренингах, допустим, терминология сведена к минимуму. И когда я слышу вот эту пикаперскую, типа, там, ближе-дальше я сделал ДДХ, УГ, ЕВХ, там, ЕКХ. Потом, короче, К плюс, минус, К минус, там, К минус, помноженный на плюс, в итоге ты приходишь домой, дрочишь и ложится спать. Неважно, как это называется, ребят, то есть у меня такое мнение. Все, я, я, про пикаперскую, Юра, добавь что-нибудь. Про форму, понятно. Ну, я к тому, что, ну, в добавлении о том, что там люди там... Там, наверное, котелка, да-да-да, говорю. Ну, не уверены в своей внешности, то есть просто, ну, думают, что там реально чуваки-ка, то есть посмотрите просто фильм. Ну, его уже все смотрели, но пересмотрите еще раз, Адриана Чилинта на украшение строптивого. То есть реально мужик похож на... Ну, он такой забавный, да, я не сказал бы, что он красивый, да. Он реально страшный, как бы, ну, на самом деле, то есть, да я спрашивал даже у девчонок, они говорят, но он страшный, но у него такая харизма, он так себя ведет, то есть, понимаете... И у него жесткая альфа-позиция такая сверху. Да, то есть, как бы, и женщина-то у него реально, то есть, там, по фильмам, как бы, ну, это в будущем была его жена, Арнелла Мотти, то есть, на самом деле, как бы, этот чувак, ну, со стопроцентной харизмой, лысый, ушастый, как бы, и похож на гастарбайтера, но, да, да, все телки пищат, как бы, ну, вот я и хотел об этом сказать, что внешность, ну, не главное. Ну, понятно, естественно, там, у меня есть, допустим, пример, когда у чувака торчали уши реально, но чувак, там, занял, я не знаю, взял кредит, там, убил кого-то, неважно, он нашел деньги, пришил все эти уши, там, обратно, да, ну, чтобы они, фу, на себе не показывать, чтобы они, как бы, ну, нормально, то есть, в принципе, ну, я не знаю, сейчас в наше время можно сделать хоть коррекцию, хуй, знаете, всего, то есть, коррекцию, не знаю. Да, то есть, опять же, это все отмазки, если ты действительно считаешь, что это косяк, заработай бабки, не знаю, отрежь себе, там, этот, со лба, пришей его на свое место, не знаю, поэтому люди всегда будут делиться на тех, кто, там, лазит на форумах, обсуждает, читает, там, а кто-то берет и пробует, он где-то увидел какую-то маленькую фишечку, ее недостаточно, да, там, для какого-то общего объема, да, то есть, он идет и пробует ее, дай-ка я попробую подойти к девке, не знаю, сказать, привет, классно выглядит. А хуй, вдруг она мне на это, там, улыбнется и что-то еще. Не надо искать, как бы, новые причины, то есть, нужно реально взаимодействовать, побороться, то есть, вот, ну, с настоящей все-таки, как бы, ну, а люди, то есть, бороться не хотят, менять себя не хотят, то есть, придумывают, как у меня раньше, то есть, вот, я был рыжий, то есть, думал, что у меня девки не любят, зовут, мне рыжие волосы, блин, рыжие волосы выпали, я стал лысый, я стал лысый, потом мне сейчас, я думаю, я лысый старый, короче. И, ребят, как бы, у меня уже за тридцатник, то есть, я понимаю, что вот эта хуйня, она никогда не кончится мерить себя вот этими, по внешним признакам, то есть, это женские черты, то есть, мужчина проявляется, как бы, действиями, то есть, надо, как бы, предпринимать какие-то действия, то есть, мужского характера, б***я, какие-то, б***я. Ну, вот, смотрите, у меня есть такой чувак, не буду говорить, там, как его зовут, да, как зовут Сашу, ну, неважно, Петю, там, Васю, то есть, он вообще, вот, красивый-прекрасивый, ну, как тёлки считают, я смотрю, ну, мужик и мужик, да, то есть, ну, как бы, я, ну, он не урод, но тёлки, прям, вот, б***я, просто пищат, но при этом, чувак, просто, настолько, вот, он тюфяк, настолько, вот, он слабохарактерный, нерешительный, там, то есть, он женился на девушке, которая у них в семье вместо мужика, то есть, она такая альфовая, пробивная такая вся, крутая, то есть, она, там, переехала в Москву, там, он, там, ещё, там, три месяца телился, то есть, она принимает все решения, там, и так далее, то есть, вот, вот, ну, как бы, они счастливы вместе, я не знаю, почему так вышло, да, ну, вот так, но, вот, о том, что красота, и чё, как бы, он ничего в своей жизни сам не сделал, настолько, вот, нерешительный, что он будет неделю обдумывать какое-то решение, пока он обдумывает, уже будет поздно, то есть, если нет красоты, компенсируйте какими-то другими качествами, не знаю, настойчивостью, напором, уверенностью, не знаю, мозгом, умом, то есть, опять же, вы посмотрите на наших, там, звёзд, звёзд шоу-бизнеса, там же не все прям красавцы, там есть какие-то актёры кино, да, которые, ну, специфические, я думаю, да, кого припомнят, Виктор Сухоруков, например, да? Да, как Виктор Сухоруков, на которого похож Юра, или Виктор похож на Юру, неважно, вот, и суть в том, что, я думаю, что, ну, Виктор довольно, как бы, тот ещё террорист, да, там, и популярный среди женщин мужик, да, там, и так далее, поэтому, ребят, чё вы гоните? Меня, кстати, всегда прям подбешивало, что почему я сам по себе тёлкам не нравился, это зависит от энергетики, когда, дожди, а он куда, б***ь, собрался вообще этот, интересно узнать, на красный, что ли? То есть, бывает, что у тебя какой-то вот уровень энергии настолько высок, что ты идёшь, и реально тёлки тебе сами улыбаются, строят глазки, там, и так далее, а бывает, что ты, может быть, там, раскрасавец, но ты идёшь какой-то задроченный, не знаю, в новом дорогом пиджаке, а о тебе девки шарахаются, то есть, тут много моментов, по поводу мест в Москве есть, вот, чем она прикольная, здесь есть очень многих полусекретных таких мест, полуподвальных, вот где-то здесь меня тёлка водила в чайную, то есть, её вот отсюда не видно, это надо заходить вот так в арку, где-то, бла-бла-бла, там, раз-раз-раз, и там, короче, подвал, там такая маленькая вывеска, а заходишь, там, какая-то д*** чайная, где, короче, там, вот прям церемония, тебя там сажают, там подходит эта телка она там тебе там это все наливает заваривает там вот то есть можешь без нее можешь с ней там это правда стоит там рубля на 2 вот там выпить чайку как говорится но там прикольно то есть там валяешься какой-то чел на какой-то непонятный балалайки космической какой-то играет там расслабляющую музыку и ну то есть дофига прикольных мест каком-то цели они на фотках как все при когда нет она подожди она очень очень дано талия худая вообще я подошел а я и узнал они тара это кто такая модель это в кавычках опять но они утарай я думаю что в 30 лет ну все эти модели с отвисшими сиськами будут уже думать как им сделать ботокс что-то еще то есть косяк в том что мужик он как бы не ставь вернее это хорошо он не стареет туда понятно что есть какая-то старость но наружу 40 лет мужик 40 да там с там с бабками не знаю успешный там какой-то там такой весь ну нарядный то есть он он вообще востребован и я знаю много девок которым там по 26 там по 23 даже они встречаются такие мужиками вот и у многих кстати потому что у них папы не было как бы в семье и у них бессознательная какая-то потребность вот что нужен такой как бы взрослый мужчина папа такой да то есть и ну либо по потом с плохо прокачанными до мужскими как да 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 то как бы он есть но так или иначе как бы он только номинально есть вот и соответственно сейчас сделали непонятно куда их да мы едем курить кальян муж почти приехали так а мы с ним к тем пункт подходили а так я к одной и мы с юрой думда брюнет мало конечно ну как бы если будут тёлки на машине да кого-то вытащим а а а а а